Ас-саляму алейкум арахматуллахи и баракату, с вами Малик. Мы начинаем с вами изучать ссору Аль-Фатиха, букву за буквой, слово за словом. Иншааллах, каждый, кто хочет научиться читать эту ссору, научится по окончанию данного курса. И в конце у вас будет задание, я смогу проверить каждое слово, иншаллах, ваше, если вы пожелаете, чтобы я это сделала. Иншаллах, мы начнем с первого аята этой суры. Как мы знаем, сура Аль-Фатиха состоит из семи аятов. И первый аят — это басмаля. Так как я вам говорила о том, что мы будем изучать слово за словом, поэтому мы начнем только с первой части этого аята. Начнем, иншаллах, со слова «висми», «висми». Иншаллах, я вам скажу, на что нужно обратить внимание, чтобы правильно читать, какие могут быть ошибки, и во избежание этих ошибок, чтобы вы их учли перед тем, как прислать мне на проверку ваш уже окончательный вариант. Итак, по сути, это две части, соединенные, то есть два слова, соединенные, как мы видим, в одно. Это би, харф, диар, то есть такой предлог, и слово «исм», «исм» означает имя. Когда эти два слова «слились» в арабском языке, это очень часто происходит, у нас получилось «висми». Слово «исм» имеет в начале «хэмзутэльосэн», которое при слиянии оно исчезло здесь. «би» — это такой предлог, который может означать очень много всего, и так как в арабском языке намного меньше поддержать, чем в русском, он может свое значение меняться в зависимости от контекста этих слов, с которыми приходит. Если вы обратите внимание, очень много различных есть переводов, но большинство склоняется к тому, что переводят этот харф как «с» или «во». то есть, например, с именем Аллаха или «во имя» по-разному, но мы видим «би» и «исм», когда они слились, вместе вышло «висми». Обратим внимание на написание букв в этом слове. Во-первых, в начале у нас буква «б». Осталась вот только эта часть от нее, то есть она вот заканчивается. И под ней мы видим огласовку «косра», которая дает краткий звук «и». Затем «б» соединилась с буквой «с», которая при соединении свой хвостик, который в отдельности опускается ниже строчки, растягивает и соединяет уже с последующей буквой «мин», как мы здесь видим. Буква «сим» имеет три таких зубчика. То есть вот раз, два, три. Над буквой «сим» мы видим «сукун». То есть это знак, напоминающий головку от буквы «х», который говорит о том, что буква «сим» читается согласно ее махраджам и сифатам, то есть ее месту произношения и характеристикам четко, ясно, то есть так, как она должна читаться. Никаких там особых правил, кроме тех, которые нужно знать, как же она читается, здесь дополнительно нет. Такой длинный хвостик буква «син» здесь имеет и присоединяется к букве «мин». Буква «мин» в окончании имеет вот такой хвостик в данном варианте шрифта и тоже «касру». То есть у нас здесь, по сути, мы видим три буквы. Теперь важно заметить, что при произношении мы видим букву «бэ» с «касрай», то есть которая дает звук «и» краткий, и «мин» тоже с «касрай». Значит, длина этих букв, независимо от того, что это две разные буквы, будет одинакова. То есть «би», «ми», «би», «ми». Нельзя здесь прочитать «би», «ми» или наоборот как-то, да? То есть две эти буквы должны соответствовать одной другой по длине. Буква «син» здесь приходит с суккуном, поэтому она будет отличаться. В принципе, даже если бы буквы «бэ» и «мин» имели различные огласовки, но они были бы с огласовками, то есть, например, «бэ» и «му», то все равно их длина была бы одинаковая между собой. То есть вот это очень важно в чтении учесть. Пройдемся по каждой букве и по ее звучанию. У первых букву «бэ» часто оглушают, то есть такой звук «бэ» или в данном случае «бэ», «пэсми», 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 да? Нет, «би» четко вы должны услышать букву «бэ» без примеси то, что схоже на букву «пэ», русская, например. Нет, «би», «бэсми», 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 «бэсми». Следующее — это то, как мы произносим огласовку. Как с буквой «бэ» и с буквой «мин» у нас тут кастры, то есть как мы произнесем эту кастру. У нас идет акцент на нижнюю челюсть, при этом сильно растягивать, как иногда слышно о том, что растягивайте губы, делайте какую-то улыбку. Этого всего делать не нужно, это уже чрезмерность. Если у вас получается без этого всего кастры верное, иншала этого делать не следует. Но следует учесть, что частая ошибка бывает, когда при произношении буквы «бэ» с кастрой или другой буквы, очень сильно зажимают нижнюю челюсть, то есть ее так сжимают, что тоже может «би-би», дает такой звук какой-то тяжелый, неестественный. Или нажимает сильно на середину языка. «Би-би», то есть тоже это дает чрезмерность и неестественность. У нас идет легкое касание середины языка, то есть такой «штирак», как бы «махраджи», но никак не сильно не прижимаем. Поэтому очень важно вот эту чрезмерность не проявлять в принципе нигде. Конечно, она может проявиться на начальных этапах, но мы от нее постепенно будем избавляться. Итак, следующее, на что следует обратить внимание, это на букву «син» и на ее длину. То есть она у нас с укуном, во-первых, и она при произношении немножко подтягивается, то есть мы ее должны услышать, дать ей время произношения. Конечно, это время, повторяя за тем, за учителем, за чтецом, можно отрегулировать, но, конечно, нужно, чтобы вас кто-то лично послушал и сказал «правильно», «коротко», «нет», потому что бывает, если вам кажется одно, а на самом деле другое, поэтому профессиональное ухо должно вас оценить. Поэтому «бисми», нельзя, например, «бисми», 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 это очень коротко, «бисми». Этот звук, он должен быть ощутимый, и, конечно же, тут еще зависит от того, насколько быстро или медленно вы читаете. Ну, я вам примерно так вот сказала, с каким мы работаем. Значит, еще раз обратите внимание на син с укуном «бисми», «бисми». Также остаемся еще с буквой син. Внимательно, что в конце буквы син часто делают, дают ему звук, но в конце дают такую резкость в произношении, резко отрывают от места произношения, от махраджа, да, то есть от точки артикуляции, и говорят вот так «бисми», «бисми», да, вот этот звук «с», «с» в конце, его не должно быть. Вы плавно переходите «си» на «ми», «бисми», «бисми», да, то есть не должно быть «бисми», «бисми». Иногда это очень маленький такой звук, не такой сильный, как я его произношу, чтобы показать вам, и пока вы себя не услышите со стороны, и будет трудно даже поверить, что вы так говорите. Поэтому обязательно можете себя записать и прослушать, и дать, конечно, вот, призываю мне послушать, инжалу скажу про это в конце. Буква син, еще у нее есть такой звук, да, то есть он называется «софир», то есть мы ее слышим, такой, как схожий с звуком, который издают птицы, да, «с», 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 то есть мы слышим эту букву. Часто бывает так, что «бис», «бисми», «бис», она как будто вроде бы и есть, но она очень плохо слышима или иногда непонятно, что это за буква, поэтому внимательно, что этот звук должен присутствовать, да, то есть такой вот звук, отличающий букву син и ее соседок по Махараджу. «Бисми», «бисми». И уже сегодня я говорила вам о чрезмерности. Чрезмерности нет в чтении Корана, нельзя допускать ее, потому что чрезмерность приводит к неправильному чтению. Иногда сестры приходят и говорят, я вот там прям читаю долго, и мы работаем, ну, как бы долго-долго над этой чрезмерностью, как только уходит в какой-то ошибке, эта чрезмерность и ошибка сама исчезает. Поэтому постарайтесь без чрезмерности. Иногда она необходима в процессе обучения, да, иногда я, наоборот, прошу делать что-то, когда человеку кажется, да, что как бы он чересчур, а на самом деле это не так. Поэтому, в общем, чрезмерность — это не приветствуется, и от нее нужно избавляться. Но иногда то, что вам кажется чрезмерностью, на самом деле это верно, да, если у вас что-то не получается, вам сложно, и в этом случае нужно приложить усилия. Если вы хотите, чтобы я проверила, как вы потренировались, и как вы учли те или иные ошибки в данном слове, вы можете прислать мне запись конкретно этого слова, да, с указанием, что за слово, на Инстаграм, который вы видите перед собой, да, и, иншалла, я вам отвечу и скажу свои замечания или, ну, как бы похвалю, что у вас все получилось. Поэтому жду ваших писем, жду от вас обратной связи, буду рада помочь вам, слово за словом научиться правильно читать Суру Аль-Фатиха. С вами была Умна Алик. Попрошу поддержать данный проект, распространить, подписывайтесь. Уассаляму алейкум. Варахматуллахи. Убаракату. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok